С вами программа «Городские встречи». Здравствуйте! В нашей студии председатель Духовного управления мусульман Рязанской области имам Мухтасиб Рашид Бултачиев. Здравствуйте! Здравствуйте! С раму алейкум мир вам! Сегодня мы поговорим о священном месяце для всех мусульман, который стартовал 6 июня и продолжается до сих пор. Рамазан или Рамадан? Почему он так важен для сообщества мусульман? Рамадан – это один из толпов ислама, среди которых слова веры и спередания, то, что нет Бога другого, кроме Аллаха и Мухаммадова посланник. Это совершение пяти намазов в сутки, задержание поста в месяц Рамадан, выплата закята для богатых людей и совершение хаджи. Всевышний предписал пост тем, кто застанет месяц Рамадан в здравие, находясь дома, соблюдать этот месяц в посте. Но это не означает, что мусульмане только воздерживаются от еды, от питья, от совершения супружеских обязанностей. Нет, они очищают свою душу, больше совершают благих, хороших поступков, чтобы очиститься перед Всевышним, перед людьми и перед самим собой. Довольно жесткий пост, который соблюдается в течение месяца, предполагает отказ от пищи и воды в светлое время суток. Но, насколько я понимаю, это суть поста. Суть поста не в отказе от пищи как раз, да? Да, конечно. То есть мы, как мусульмане, так и все люди, должны как можно больше совершать благих дел и поступков. Тем более в месяц Рамадан как раз, когда Всевышний вознаграждает людей за благие дела в 700 раз больше, чем любые другие дни. Поэтому желательно в это время как можно больше совершать и благих дел. В месяц Рамадан также желательно проводить коллективные ифтары. То есть это вечернее разговение, когда мусульмане держат пост, не кушают, не пьют в течение дневного времени. И после захода солнца начинают разговляться. Очень многие зовут к себе гостей домой. Либо здесь у нас в Рязани, в нашей мечети, в молильном доме в Дягилево, мы каждый день проводим коллективные благотворительные ифтары. Когда каждый день приходит порядка 300 мусульман для того, чтобы вместе нам покушать за одним столом. А что делать, допустим, если человек оказался в такой ситуации, когда он не может держать пост? Будь то, либо он в дороге, либо он заболел. Есть ли какие-то определенные правила или немножко, если можно так сказать, поблажки для таких людей? Да, конечно же. В том же аяте говорится, во второй части аяты, что тот, кто находится в пути или болен, то он держит пост в другие дни. То есть когда вернется домой или же выздоровеет. Поэтому здесь все предусмотрено. А чем заканчивается этот месяц? Насколько я понимаю, это один из важных праздников для мусульман. Да, конечно, месяц Рамазан заканчивается одним из двух самых больших праздников. Это Уразай-Барам или праздник Разговени, как мы его называем. Когда, конечно же, люди целые месяцы, или вот в этом году это 29 дней, как мы предполагаем, конечно же, каждый вечер все мусульмане при разговении тоже обретают некую радость, когда целые сутки, это порядка 19, даже 20 часов было им запретно эти вещи, и они могут их себе позволить. И после целого месяца, конечно же, вот это заканчивается праздником коллективной молитвы и трапезы. О традициях, может быть, празднования расскажете немного. Как в Рязанской области будет проходить празднование, окончание Рамадана? Традиционно праздничные намазы проводятся либо в мечетях, либо на открытых площадках у нас в Рязанской области, в Касимове, в Подлибках, в Касимовском районе, в Бастанове, Сасовского района, в Азеево, Ермешинского района, в Шилове, в Скопине, в Михайлове, в Малельном доме. Также будут проводиться праздничные намазы, молитвы. Здесь, в Рязани, мы уже несколько лет подряд, уже стало традиционным, благо договоренность с собственниками площадки, которые находятся перед гипермаркетом лента в Борках, уже проводим вот наши эти коллективные молитвы, где собирается больше пяти тысяч мусульман. Пользуясь случаем, поздравляю всех мусульман, всех людей с предстоящим праздником, Мураза Байрам, молим Всевышнего принять наши посты, принять наши благие деяния, принять ифтары тех людей, которые это делают, вознаградить их за их благие деяния, просить наши грехи и прегрешения, повести всех нас по прямым, по истинным путям и дорогам Всевышнего, сделать так, чтобы мы как можно меньше ошибались и совершали больше благих дел. И хочу также пригласить всех на празднование, на праздничную молитву, которое у нас традиционно будет перед гипермаркетом лента в Борках 5-го числа с 6 до 9 утра. И вернемся немножко к условиям современных реалий. Все-таки общество у нас многокультурное, и получается, что держать пост, находясь рядом с теми людьми, которые не держат пост, это усложняет немного задачу. Что Вы рекомендуете верующим для того, чтобы им было проще? Когда рядом кто-то кушает, допустим, как держаться в течение суток? Мы, конечно же, советуем избегать посещений коллективных мест принятия пищи, то есть это кафе, это какие-то другие места, чтобы тоже не возникало желаний и потребностей, понятно, человеческих в еде. С другой стороны, если посмотреть, то пост – это ведь не только воздержание от как раз еды и питья, от плоских моментов, это как раз воспитание души человеческой, когда человек может возобладать над самим собой, он может себя удержать от еды, он может себя удержать от каких-то скверноскловий, от каких-то других ошибок. Вот именно это является самым ценным моментом как в посте, так и вообще в любое время на протяжении жизни человека. Поэтому здесь вот именно пост, как никогда, играет воспитательную роль, которая всем нам нужна. При этом укрепление веры, духовный рост, развитие в себе каких-то определенных личностных качеств тоже во время поста является усложненным, потому что все-таки ограничение себя и в пище, и в каких-то плоских потребностях предполагает раздражительность на физиологическом уровне. Вот здесь тоже нужно как-то держаться. То есть получается, что соблазн велик. Как себя держать в руках обычному человеку? Вот как раз когда соблазн велик, Всевышний, насколько мы тоже все это понимаем, наиболее больше вознагражает человека, который удерживает себя от этих соблазнов. Поэтому опять-таки тот же экзамен, который мы постоянно держим каждый день, в каждой ситуации, в каждой обстановке, сможет ли человек вытерпеть? Сможет ли он держать себя в тех рамках, которые нам предписаны Всевышним? И такого характера у меня вопрос. Несмотря на то, что все мы живем в одном городе, есть ли случаи, когда происходит неприятие одной культуры, другой культуры, вот в частности во время священного месяца? Возникают ли проблемы с толерантностью от других людей, от тех, кто не исповедует ислам? Слава Всевышнему, как раз в месяц Рамадана, это, наверное, то время, показательное время, когда люди понимают, что у людей пост, что их не нужно как-то там травмировать, что какие-то там, если так можно сказать, провокационные вопросы задавать. Тем более, как учил наш порог Мухаммад, да, баксоветил, как и приветствует, если с тобой начнут спорить или еще вынуждать на что-то, то ты скажи, что ты постишься. И закончи таким образом вот эту неприятную ситуацию. В наше время, Славу Всевышнему, до сих пор не происходило таких вот недопониманий. Я надеюсь, что наше мирное существование с другими людьми, других конфессий, других национальностей будет продолжаться в мире и согласии. Мы все этого хотим и все и постоянно просим этого Всевышнего. Потому что как в России, так и в Рязанской области, в Рязани, в других городах, мы живем на одной территории, на одной земле. И когда мы будем помогать друг другу, то наше взаимосуществование, наша жизнь на этой земле будет просто лучше, краше и удобнее для всех для нас. Спасибо вам, что вы снова стали гостем нашей студии. Напомню, у нас в гостях сегодня духовный председатель управления мусульман Рязанской области Имам Мухтасиб Рашид Бултачиев. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин